Здравствуйте, мы в магазине All Time и сегодня мы говорим о часах бренда Oris. И не просто о часах из коллекции этого бренда, а о часах конкретной коллекции, которая называется Big Crown. Ну тут прежде всего, прежде чем я начну рассказ об этой коллекции, нужна такая, потребуется небольшая вступительная история. Она связана с тем, что в 1938 году компания Oris произвела такие необычные часы, необычные по тем временам, новаторские. Это были часы для авиаторов. Тема эта была тогда крайне актуальна. Авиация только развивалась и многие часовые бренды, ну из тех, естественно, что тогда существовали, они старались, как правило, немножко попиариться на этом. Но это сейчас называется попиариться, тогда это называлось рекламой. Вот, на этой, на модной теме. И производить часы для авиаторов. Авиаторы, авиаторские часы, это были часы специфические. Особенность состояла в том, что авиаторы тогда летали, в общем-то, в слабо защищенных кабинах. Вверху холодно, поэтому одевались они очень хорошо, в том числе на руки надевали такие толстые меховые перчатки. Понятно, что когда у тебя рука в толстых меховых перчатках, и ты при этом ведешь самолет, прокладываешь путь или что-то там делаешь, рулишь им. Вот. То тебе, в общем-то, некогда снимать перчатки, как-то пользоваться часами, что-то делать, подводить время или еще. Вот, поэтому, чтобы это можно было работать авиатором очень удобно с часами, часовые бренды придумали сделать большие заводные головки. Собственно, Big Crown, большая заводная головка. Именно от этого происходит название нынешней коллекции. Ну, помимо всего прочего, у этих часов был такой специфический дизайн. То есть, как правило, это были черные циферблаты высококонтрастные, люминесцентная разметка часовых шкал и стрелок. И, в общем-то, характерные признаки часов того времени сейчас очень популярны. Они нередко используются брендами, множеством брендов современных в производстве часов винтажного стиля, которые воспроизводят те или иные признаки дизайна тех лет. Ну, а, в общем-то, иногда, порой повторяют их чуть ли не дословно, не до точки, не до последнего элемента. Вот. Но многие фирмы используют вот эту вот тенденцию, любовь ценителей часового искусства к винтажному стилю, к авиаторскому стилю, к милитер-стилю. Но не очень много брендов, у которых в истории есть какие-то свои часы, которые напрямую связывают их с теми временами. То есть, фирма производила эти часы тогда и может производить их сейчас. Вот один из таких брендов немногих, это компания Oris, которая в 1938 году, как я уже сказал, изготовила часы авиаторского стиля с большой заводной головкой. Ну, и с таким, с продвинутым для тогдашних времен техническим решением. Это была центральная стрелка указателя даты. Вот. Они очень гордятся этим своим достижением и поэтому, в общем-то, достаточно давно производят часы коллекции Big Crown. В коллекции, вот, к настоящему времени сложился такой Дот Дюмверат. То есть, они, в общем-то, делают часы как совершенно винтажного стиля, винтажного направления, так и такие современные, в общем-то, даже, я бы сказал, немножко даже агрессивно-милитаристского дизайна. В общем, начнем с винтажа. Ну, пожалуй, вот эта модель, у нее бронзовый корпус и темно-зеленый циферблат, который очень хорошо сочетается с бронзой корпуса. Вот. Пожалуй, ну, одна из таких наиболее винтажно выглядящих моделей. Но тут нужно, естественно, уточнить, что как бронзовых корпусов тогда не производили, в общем-то, разве что совершенно в экзотических случаях единичными экземплярами. Так и темно-зеленых циферблатов, в общем-то, тоже тогда практически не делали. Стандартно было, стандартная ситуация, стандартное решение, это был черный циферблат и люминицирующая разметка. Ну, тут нужно немножко небольшую экскурс-сторону. Но в те времена единственным доступным люминофором, ну, не единственным, но наиболее доступным люминофором, это был радиовый люминофор. Поэтому, если в вашей коллекции или где-то там сохранились старинные часы тех времен, то есть 30-е, 40-е, 50-е годы, и у них когда-то там светились стрелки, светилась разметка, то, скорее всего, это ради, и с этими часами нужно обращаться очень аккуратно. Я думаю, в интернете можно найти соответствующие рекомендации. Ну, главное, рекомендации осторожно. Так вот, что интересно в этих часах? Ну, прежде всего, вы можете видеть такие стрелки. Это такие стрелки, принятые в 30-е годы для, чуть ли не для всей продукции милитаристского назначения. Ну, часовой, естественно, продукции. Многие бренды это использовали, да, чуть ли не все, в общем-то. И сейчас эта стрелка называется, то есть, дизайн стрелок называется скелетный дизайн. В общем-то, это один из признаков такого классического винтажного направления. Вот, ну, соответственно, здесь вы видите крупную такую заводную головку. Если взять часы любого другого бренда обычного классического исполнения, то видно, что, в общем-то, такие заводные головки, ну, они так, они выделяются. Ими действительно очень легко оперировать. Но, особенно, учитывая тот факт, что эти заводные головки, они для цели обеспечения водостойкости корпуса. Хотя часы авиаторские, но, тем не менее, водостойкость корпуса обеспечивается и на неплохом уровне. В общем, она, прежде чем что-то сделать с часами, завести их, подвести стрелки, нужно открутить заводную головку. Ну, вот я ее откручиваю. Вот, вот она вытащена. Можно, можно подводить время. Либо, соответственно, сейчас я тут посмотрю. Либо, соответственно, вот видите, вот эта вот центральная стрелка с красным наконечником, это стрелка указателя даты. Это, в общем-то, прямой наследник той самой модели 38-го года, когда фирма Орис впервые использовала в своих часах, наручных часах, центральную стрелку указателя даты. В карманных часах такая штука была крайне редко, очень мало использовалась. И еще одна модель вот этого винтажного направления Big Crown. Это вот эти вот стальные часы на стальном же браслете и с темно-вишневым циферблатом. Ну, опять-таки, все мои замещания, они остаются в силе. То есть, темно-вишневых циферблатов в 30-е и 40-е годы, в общем-то, практически не существовало. Это такое веяние современности, когда вот такие вот немножко приглушенные, насыщенные тона циферблатов, они, в общем-то, воспринимаются как один из элементов винтажного стиля. Это, в общем-то, такой ретро-футуризм. То есть, как бы могли выглядеть часы в 38-м году, если бы дизайнеру тех лет, часовому магнату тех лет, захотелось бы, пришла бы в голову идея сделать наручные часы с темно-вишневым циферблатом. Вот они могли бы выглядеть ровно так. Другое дело, что они не производились, они такого не делали. Ну, в общем-то, в остальном, эта модель, она, в общем-то, повторяет бронзовый экземпляр. Вот механизм. Ну, вот видите, у бронзовых часов еще застежка бронзовая, что, в общем-то, достойно похвалы, потому что материал застежки, он должен повторять материал корпуса. Это такой, в общем-то, хороший тон в часовом деле. Стальная крышка, задняя крышка стальная. Это делается по простой причине. Бронза, окисляясь, она, в общем-то, может вызвать такое темное, зеленоватые пятна на руке, чтобы этот эффект минимизировать. Не очень приятный эффект. Вот, делается у таких часов, как правило, либо титановая, либо стальная задняя крышка. В данном случае это стальная. Ну, и, в общем-то, по традиции Орис, фирма с 80-х годов производит одни только механические часы. Никаких других кварцевых электронных у них нет. Ну, естественно, до 70-х годов была та же самая картина. В этом смысле они предвержены традиции. Вот, ну и убедиться в этом можно через прозрачное окно задней крышки корпуса. Вы видите вот этот красный ротор, система автоматического завода. Вот я поворачиваю корпус, ротор тоже поворачивается, и при этом заводится заводной барабан. Ну, в общем-то, здесь используется селитовский механизм 200-й серии. Это аналог ETA 2824. В общем-то, одна из самых надежных рабочих лошадок швейцарской часовой индустрии нынешней. Очень во многих часах используются механизмы вот этой серии, либо ETA, либо селита. В общем-то, они очень хорошо себя показали. Вот. И вторая такая модерновая часть коллекции Big Crown, она называется ProPilot, так как бы часы профессиональных пилотов. Здесь уже имеется в виду, естественно, профессиональные пилоты современные, которые водят турбореактивные самолеты. Ну, и, в общем-то, чтобы показать, что часы имеют отношение к турбореактивной теме так или иначе, в общем-то, здесь на ободок была нанесена такая насечка, которая, ну, такая имитация лопаток турбины. Ну, в общем-то, это такая очень, ну, как бы это сказать, очень навязанная ассоциация. Каждый видит, может ее для себя подобрать какую-то другую. Мне просто нравится, например, вот эта косая насечка, она уникальная, больше никто из часовой бренда, ну, по крайней мере, я не припоминаю, кто бы использовал из тех, кто не копирует, разумеется, часы компании Oris. В общем-то, такая уникальная дизайнерская находка, она придает часам свой характер. Это, в общем-то, очень ценно, потому что авиаторские часы сделать, чтобы у них был какой-то свой дизайн, не подсмотренный у конкурентов, а вот именно свой, разработанный, придуманный с нуля. Это очень ценно, это очень классно. Ну, опять-таки, здесь заводная головка, которая откручивается, то есть она фиксируется на резьбе для обеспечения водостойкости. Ну, как видите, в перчатках с этой заводной головкой очень аккуратно, можно и легко управляться. В этих часах маленькая секундная стрелка, а большая центральная стрелка с красным наконечником, это не указатель даты, как в моделях винтажного стиля. Это центральная стрелка индикации поясного времени, то есть вы настраиваете часы, ну, например, она в 24-часовом формате, вы настраиваете, например, на Нью-Йорке, и в любой момент, заглянув на циферблат, вы можете понять, сколько же времени в Нью-Йорке. Ну, не просто даже сколько времени, а какое время суток определить, соответственно, по 24-часовой шкале. Это один из самых популярных форматов именно для индикации поясного времени. Ну, также вот в пропилотах, в топовых моделях коллекции пропилот используется раскладывающая застежка, не простая стандартная застежка, а раскладывающаяся. Она изготовлена из стали. Это, в общем-то, предмет гордости компании Орис. Они, когда разрабатывали дизайн, опять-таки, они хотели быть оригинальными, они хотели притянуть какую-то, вытащить какую-то, еще одну связь с авиацией. И они просто взяли дизайн ремня безопасности, застежки ремна безопасности. В общем-то, все действует ровно так же, как в той застежке, то есть нажала, нащелкнула, она закрепила часы на руке. Чтобы открыть, надо поднять эту штучку, вот она открывается. Все просто, но это понятно, что вот эта вот внешняя простота и легкость действия, она, в общем-то, означает достаточно серьезную дизайнерскую конструкторскую работу, чтобы это все работало, чтобы работало так, как нужно. Ну и, наконец, вот эта модель, это такая базовая модель коллекции Big Crown ProPilot. То есть здесь простой автоматический механизм с центральной секундной стрелки, с двойным календарем. Как вы видите, окошко указателя даты и дня недели. Ну, в общем-то, это такие каждодневные часы, немножко такой милитарий, немножко агрессивный. Ну, в частности, за счет того, что корпус часов довольно-таки большой. Ну, в общем-то, такие часы для людей, которые любят и современные часы товарища Шухова. Тому, кому нужно на руке что-то большое и массивное. И, в общем, и вот эта классическая, классная раскладывающаяся застежка, фирменная раскладывающаяся застежка, выполненная в стиле замка ремня безопасности, авиационного ремня безопасности. Итак, мы поговорили о часах Орис из коллекции Big Crown. Надеюсь, мы продолжим рассматривать другие прекрасные часы Орис в других моих сюжетах. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok